Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами продолжаем изучение химии. Тема нашего урока «Полезные ископаемые Казахстана». На уроке вы узнаете, какими минеральными и природными ресурсами богат Казахстан, о месте Республики Казахстан на мировом рынке запасов металлических руд и о месторождениях полезных ископаемых в Казахстане. Все материальные предметы, которые мы используем в повседневной жизни, состоят из металлов, неметаллов и их соединений, которые получают из руд. Для начала давайте вспомним, что же такое полезные ископаемые. Полезные ископаемые – это минеральное образование земной коры, которое человек использует или будет использовать в хозяйстве. Месторождение – это территория скопления полезных ископаемых, а бассейн – это группа близко расположенных месторождений одного и того же полезного ископаемого. В недрах нашей страны залегает огромное количество полезных ископаемых. Место Республики Казахстан на мировом рынке запасов металлических руд. Первое место Казахстан занимает по запасам цинка, вольфрама и борита. Второе место по запасам серебра, свинца и хрома. Третье место занимает по запасам меди и флюоритов. Четвертое запасы молибдена и шестое запасы золота. Место Республики Казахстан среди стран независимого содружества государств по запасам полезных ископаемых. Первое место – хромовые руды и свинец. Второе место – медь, серебро, нефть, марганец, цинк, никель и фосфорное сырье. Третье место – газ, уголь, золото и олова. Руды черных и цветных металлов, добываемые в Казахстане, экспортируют в такие страны мира, как Соединенные Штаты Америки, Япония, Россия, Китай и многие другие страны. Казахстан знаменит богатством своих недр. Это связано с геологическим строением земной коры и особенностями их размещения. В 1919-1923 годах были определены промышленные возможности Карагандинского угольного бассейна. С тех пор казахстанские геологи открыли множество других месторождений и ведут большую работу по их освоению. В Казахстане есть почти все виды минерального сырья. В недрах нашей страны найдено 99 элементов из таблицы Менделеева. Разведаны запасы 70 элементов. Более 60 элементов используются в производстве. В Казахстане известно около 6000 месторождений полезных ископаемых. Республика занимает первое место по запасам вольфрама. Второе – по хромитовым и фосфорным рудам. Третье – марганцевой руде. Четвертое – по запасам свинца и молебдена. Восьмое – по запасам железной руды. По запасам золота Казахстан занимает шестое место в мире, а в СНГ – третье – после России и Узбекистана. Больше половины запасов меди и цинка, примерно 70% цинка, находящихся на территории СНГ, сосредоточено в Казахстане. Все полезные ископаемые можно разделить на рудные, нерудные и горючие. Рудные полезные ископаемые содержат в своем составе железо, медь, алюминий, цинк, олово и другие химические элементы. К нерудным полезным ископаемым относятся асбест, фосфориты, поваренная соль, сера. К горючим полезным ископаемым относятся природный газ, уголь, нефть, горючие исландцы, торф. Давайте теперь рассмотрим, какие полезные ископаемые можно найти в регионах, в которых вы проживаете. Посмотрите видеоролик о месторождениях черных и лигирующих металлов в Республике Казахстан. Обратите внимание, лигирующие металлы – это металлы, которые добавляются в состав материала для улучшения их физических или химических свойств. Например, в состав кухонного ножа входит хром, который придает ему твердость. Месторождения черных и лигирующих металлов К черным металлам относятся железо, марганец, хром. К лигирующим – титан, ванадий, никель, кобальт, вольфрам и молибден. Железо 93% запасов железной руды приходится на пять крупных месторождений – Кочарская, Сарбайская, Соколовская, Аятская, Лисаковская. Все месторождения находятся в северном Казахстане – северо-западная часть Тургайского прогиба. Промышленные месторождения других районов значительно уступают Тургайским. Среди них выделяются Западный Каражал, Ушкатын-3 и Кентобе. Марганец 99% запасов марганцевых руд находятся в Атасузском рудном районе Центрального Казахстана. Месторождения Западный Каражал, Ушкатын-3, Большой Ктай, Камыс. Хром Число уникальных месторождений относится месторождение «Алмаз-жемчужина» – Миллионная, Молодежная, Юбилейная, Геофизическая – 12. Вольфрам Основные запасы Вольфрама сосредоточены в месторождениях – Верхнее Кайракты, Бугутты, Карауба, Северный Катпар, Коктенколь, Баян, Аксаран. Малибден Месторождения собственно Малибденовых и комплексных Малибденовольфрамовых – это Коктенколь, Южный, Шалгия, Жанет, Батыстау, Верхнее Кайракты, Карауба, Северный Катпар, Акшатау. Титан Титановые руды расположены в основном в западном Примугалжарье – Шокаш, Сабындеколь, Ащисай, Никель и Кобальт. Основная минерально-сырьевая база никеля и кобальта сосредоточена в Мугалжарах – Кемперсайский рудный район. В следующей таблице приведены запасы руд черных или герующих металлов, а также количество крупных месторождений в Казахстане, учтенные балансом на сегодняшний день. Республика Казахстан богата не только одними металлами. Наряду с ними очень широко добываются и нерудные полезные ископаемые. Самые известные среди них – это азбест, фосфориты и поваренная соль. Месторождения азбеста имеются в Карагандинской – Жасказганское месторождение и Костанайской – Житогоринское месторождение областях. Крупные месторождения фосфоритов имеются в горах Каратау Южного Казахстана и в горах Мугалжар Актюбинской области. В Казахстане богатейшие запасы поваренной соли. В Прикаспийской низменности можно встретить пласты мощностью до двух километров. Следует также сказать о горючих полезных ископаемых. К ним относятся уголь, природный газ, нефть. Природный газ в основном добывают в западных областях Казахстана. Наиболее богатые и прибыльные месторождения – это Козылойская, Карачаганакская и Жаножольская. Нефть в основном добывают в Атраусской, Мангистауской, Актюбинской и Западноказахстанской областях. Казахстан обладает примерно 4% от общего запаса нефти в мире. Среди всех месторождений Казахстана есть большое месторождение под названием Кашаган, которое славится своими размерами на весь мир. Уголь. Насчитывается 10 бассейнов каменного и бурого угля. Наиболее значимые месторождения находятся в Карагандинской, Павлодарской и Костанайской областях. Посмотрите познавательное видео о горючих полезных ископаемых. Нам необходимо ископаемое топливо. Уголь, нефть и природный газ обеспечивают примерно 90% энергии в мире. Хотя они принимают различные формы, все три вида топлива являются углеводородами и образованы из окаменелых останков доисторических растений и животных. Большая часть ископаемого топлива, используемого сегодня, сформировалась из живых организмов, существовавших миллионы лет назад до первых динозавров. Но как эти останки образуют мощные энергетические ресурсы? Растения поглощают энергию Солнца, превращая ее в полезную энергию путем биологического процесса фотосинтеза. После того, как растения и животные погибают, они разлагаются при помощи микроорганизмов. Благодаря этому процессу древние органические вещества с химической энергией внутри накапливаются слоями. Со временем давление и тепло, сжимающее этот материал, вытесняют такие вещества, как вода, оставляя концентрированный углерод и формируя известные нам на сегодня твердые, жидкие или газообразные виды ископаемого топлива. Нефть и газ образуются из органических останков морских организмов на дне моря. Уголь, как правило, формируется вне моря, из останков земной растительности. Сегодня это топливо добывается глубоко из-под земли. Ископаемое топливо предоставляет нам готовый источник энергии. Но поскольку ископаемое топливо формируется очень долго, оно не может быть восстановлено на протяжении времени человеческого существования, что означает, его доминирование в качестве источника энергии ограничено и невозобновляемо. Теперь переходим к практической части нашего урока и выполним упражнение для закрепления пройденного материала. Первое задание. Сопоставьте между собой сырье и предмет, изготовленный из данного сырья. Внимание! Ответ! Железо используется при изготовлении стали. Уголь, как топливо для ТЭЦ. Серебро используют при изготовлении ювелирных украшений. Из нефти можно получить бензин, а алюминий и используется в самолетостроении. Второе задание. Распределите полезные ископаемые на рудные, нерудные и горючие. Внимание! Правильный ответ. К рудным полезным ископаемым относится железная руда, золото, вольфрам. К нерудным полезным ископаемым относятся асбест, фосфориты, поваренная соль. К горючим полезным ископаемым относятся нефть, торф и уголь. Третье задание. Установите соответствие между полезным ископаемым и местом добычи в Республике Казахстан. Внимание! Ответ! Железо в основном добывают в Северном Казахстане. Каменный уголь в Карагандинской области. А поваренную соль добывают в Прикаспийской низменности. На этом наш урок закончен. Спасибо за внимание. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok